всем привет друзья вы часто спрашивали в комментариях о том как прошел показ клипа димаша в лондоне и вот что об этом сообщает сайт dimash news итак история одного неба димаша была показана в рамках дней культуры казахстана в великобритании стартовал 5 кинофестиваль и си джей в котором приняли участие профессионалы индустрии любители кино и дипломаты из разных стран одним из ярких событий кинофестиваля стали дни культуры казахстана которые начались с 26 мая они были организованы совместно с фан-клубом димаша в великобритании на кинофестивале были организованы специальные стенды демонстрирующие богатые культурное наследие казахского народа не культура казахстана начались показа истории одного неба казахстанского исполнителя димаша кудайбергена работа произвела большое впечатление на всех зрителей которые смотрели музыкальный клип затаив дыхание после вечера кино на сцене кинотеатра премьер синема ромфорд прошла дискуссия с участием администратора британского фан-клуба джил бичем себе дан и известного британского поэта и куратора евразийского творческого объединения джона фордана мы в лондоне восхищаемся талантом и творчеством димаша желаем ему новых ярких и креативных идей и безграничного творческого успеха конец цитаты друзья надеемся что самый дорогой клип мире как говорил димаш будет еще не раз показан на международных мероприятиях димаш кудайберген обратился к поклонникам строгательной речью со страницы в соцсети диас сегодня я хочу посвятить этот пост всем людям которые оценили мою последнюю работу как сказал писатель франц кавка путь от головы к перу гораздо длиннее и труднее чем путь от головы к языку все что я хотел сказать я страдал когда работал над этим проектом и я вижу что многие люди прочувствовали эту боль вместе со мной когда три года назад я только начинал сочинять эту музыку я понял что она не для ежедневного прослушивания и в общем на любителя хочу выразить благодарность всем кто поддержал этот проект над клипом работали более 300 человек около ста человек работали над записью оркестра и хора сегодня в интернете я увидел реакцию людей из разных стран и решил поделиться с вами спасибо что всегда во всем меня поддерживаете берегите себя и не ссорьтесь друг с другом да будет мир во всем мире димаш кудайберген продолжает показывать видео о создании клипа на песню история одного неба вот как он похвалил актера никиту шепелева никита также тепло отозвался о работе с димашем рад нашему знакомству и совместной работе ты невероятный человек пусть твой путь будет прямым и без крутых поворотов судьбы напомним ранее димаш сообщал что история одного неба самый дорогой клип в мире да с точки зрения моральных и временных затрат так оно и есть артист трудился над произведением более трех лет возможно он даже совершил поездку в мекку именно для более полной моральной готовности к работе кстати по информации от telegram pro затраты на производство видео составили более 7 миллионов долларов надеемся что димашу помогали спонсоры зрители восхищены блестящим исполнением песни а вот о том что происходит в клипе возникает много вопросов сайт dimash news представил интервью с режиссером алиной клип делится на несколько частей первое из них детство главный герой его друг и подруга связаны детскими историями и символами вечной дружбы однажды друг спасает главного героя когда тот тонет однако в этой детской истории уже есть конкуренция ведь мальчики влюблены в одну девочку и она выбирает другого второй переживает некий психологический слом и переносит детские проблемы во взрослый мир тоталитарности и борьбы став президентом антагонист несет идею спасительной войны лишь война приведет нас к миру любовь в своем сердце могут найти лишь сильнейшие вы должны быть достаточно сильны чтобы подарить миру свободу миру где каждый город каждый дом едины мы поведем всех кто готов начать эту новую жизнь каждому кто сопротивляется не место рядом с нами я выбираю свободу мир открыт передо мной и я хочу подарить его вам война для людей это путь к единению главный герой тоже говорит о единении о мире но через призму добра и любви в процессе боевых действий он растерян он в шоке но он должен спасти свою семью беременную жену ту самую девочку из детства и дочку попав домой он испытывает ужас от картины погибших людей и понимает что его семья тоже погибла пережив эту драму он направляется к антагонисту чтобы отомстить однако жена главного героя выжила с помощью людей знающих что именно она должна родить особенного мальчика способного спасти мир это люди разных национальностей и конфессий которые объединились ради мира параллельная линия паломников это люди разных религий идущие по тяжелому пути к некоему месту силы где они смогли бы объединиться и открыть небесное око которое осветит этот мир объединившись они создают общую энергию в которой и рождается сын главного героя как надежда и вера в лучшее их путь это символ веры в целом потому что она всегда проходит через испытания когда мы идем к истине мы проходим некие уроки и наш путь к богу сложен но возможен только если мы объединимся этот клип не о войне он о мире война здесь это средство выразить контраст того что происходит если мы теряем любовь друг другу он о призыве объединиться прекратить разделять друг друга по национальному социальному религиозному принципу для того чтобы сохранить жизнь любовь дружбу и землю для наших детей друзья напоминаем это был обзор от официального информационного источника димаш регулирована 3 3 и 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 Продолжение следует...